Пссс, а перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС группы. Всем привет, сегодня я вам покажу офигенный скрипт для симулятора бомбы. Для этого нам потребуется чит, он у меня уже скачен. Также ссылочка на него будет в описании. Вставляем вот сюда скрипт, потом инжектимся. Так, все отлично, заинжектились. И нажимаем Xcode. Сейчас вот эта табличка пропадет, все отлично, и включаем. Вот такой скрипт, достаточно большой в принципе, тут довольно много функций. Сразу скажу то, что автофарм не работает. Я, конечно, не знаю, почему он не работает, но он почему-то не работает. Скорее всего, он работает только на Сайнапс Икс. Так, ну давайте попробуем на первой арене включить. Как видите, я тпкнулся, но он вообще не фармит. Давайте на вторую арену. Вот, на вторую арену тоже тпкнулся. Ага, там что-то взорвалось. А, слушайте, на второй арене, по-моему, фармит. Прикольно. Ну-ка, а почему он на первой тогда не фармил? Так, ну-ка. А, на первой тоже фармит. Угу. Странно. Я просто до записи видео проверял, у меня не работало. Очень странно, конечно. Давайте на одиннадцатую арену. Ну вот, как видите, на одиннадцатой он почему-то не работает. Я не знаю почему. Вот. А я как раз-таки проверял на одиннадцатой арене. Ну-ка, на десятой. Так, а на десятой, по-моему... А, вот, на десятой. Слушайте, нифига себе, на десятой-то работает. Ну, слушайте, офигенно. Короче, авторфарм, значит, работает, но не очень хорошо. Так, ну вот, неинтересно, почему всё-таки на одиннадцатой арене не работает. Вот, где я сейчас нахожусь. Очень странно. А, вот, сейчас сломал. Нифига себе. Ну-ка, а это сломает? Нет. Как видите, не сломал. Ну, короче, странно, он работает, но хорошо, что вообще работает. Ладно. А, идём дальше. Хайтнейм. Это, получается, вроде бы как не будет виден ваш ник. Да, у меня ник пропал. Он был до записи видео, я видел. Так, смотрите. Есть кнопочка автокрим квест. Это, получается, у вас автоматически будут собирать квесты. То есть, смотрите. Я включаю. Вот, видели, у меня монетка вылетела. Вот, давайте покажу сейчас, как это работает. Вот, бомба стоит. Я направляюсь на неё. И как только я выполняю квест, он автоматически у меня собирает его. Как видите, всё работает. Отлично. И также есть крутая функция. Автопикап. Это, получается, он у вас будет автоматически собирать все монетки-кристаллы. Ну, либо же гемы. Вот. Как видите, я включил. Давайте ещё раз посмотрим. Вот. Вот сейчас, получается, кресты собираются. И он автоматически собирает ещё монетки. И вот сейчас бумб взорвётся. И должно собраться всё автоматически. Давайте ждём. Ну, как видите, всё собралось. Отлично. Так. Следующая функция. Автобай сворт. Это, получается, у вас будет автоматически покупать мечи. Но у меня мечи почти все куплены. Я продемонстрировать не смогу. Но он работает. Вот. У меня, получается, вот эти два меча остались. Но я всё равно на них не успею накопить. Так. Идём дальше. Автобай. Ариас. Это, получается, арена. Также я проверять не смогу. То есть проверить. Но я знаю то, что он работает. Потому что у меня осталась только одна арена. Вот. И она стоит очень много. Я не смогу накопить на неё. Бомб аура. Это, я как понимаю, около вас должны взрываться вот эти вот маленькие бомбы. Ну, вот тут что-то какие-то монетки собираются. Но, скорее всего, это из-за квеста, мне кажется. Либо просто я вот стою и бомбе урон наносится. Скорее всего, да. Смотрите. Вот стою около бомбы. Давайте сейчас немножко подождём. И она сейчас должна взорваться. Конечно, долго, но мне кажется, это так и работает. Вот, как видели, взорвалось. Всё отлично. Это работает. Может быть, вам поможет при начальной игре. Так, волк спит. Это, получается, скорость. Бегаю я, значит... Ага. Не могу уже показать. Из-за того, что я уже нажал на иконочку, куда нужно писать. Ну, изначальная скорость где-то 30, по-моему, была. Вот, как видите. И давайте напишем сотку. Ну, скорость работает. Отлично. Так, теперь идём дальше. Тут, получается, у нас всё по пэтам. Так, сейчас загляну. Ага, пустой инвентарь. Отлично. И, кстати, вот этих пэтов я смог сделать с помощью, получается, вот этого скрипта. Очень хороший. Ага, вот оно яйцо. Значит, смотрите. Перед тем, как его открывать, можно открыть X1 или X3. Вот. И X3 можно открывать, даже если у вас нету геймпасса. Что очень радует. Ага, вот давайте седьмое яйцо выбираем. И включаем Buy X3. Как видите, всё работает. Вот, они очень быстро выбились. Заходим в инвентарь. А вот они, пэты все, как видите. Всё работает. А также можно удалить. Так, у меня сейчас сколько пэтов? 36 пэтов. Коммунки есть же? Да, коммунки есть. Значит, включаем. Как видите, пэты удалились. Ага. И меня, скорее всего, кикнуло. Да, меня кикнуло. А, ладно, сейчас я быстренько перезайду. И мы с вами продолжим. Итак. Всё, я перезашёл. А, как вы видели, эта функция сработала. Но почему-то меня кикнуло. Так, заново инжектимся. И активируем скрипт. Так, всё отлично. Сейчас вот эта иконка пропадёт. Так, ждём немножечко. Всё. Активируем скрипт. Так, вот это сразу закрываем. Мы его смотрели уже. Ну, в принципе, тут больше ничего не осталось. Это тоже можно закрыть. А, и теперь идёт самое интересное. Смотрите. Можно автоматически заенчантить шляпу. Я, конечно, не проверял. Но сейчас можно проверить. Так, допустим. Опа, нифига себе, мне тут шляпа выпали. Давайте-ка я сейчас заменём. Так, вот это снимем. И вот это вот оденем. Так, всё отлично. Давайте заенчантим, у кого меньше названия. Значит. Вот это вот корона. Открываем. А я немножечко подвину. И пишем вот сюда название. Я, конечно, не знаю полностью, нужно писать или нет. Но я напишу полностью, на всякий случай. Так. Всё, первое слово готово. Ну-ка, вроде бы без ошибок. Так, сейчас проверю. Так, отлично. И следующее слово. Всё. Enter. И нажимаем Auto Enchant Head. Так, перезаходим в инвентарь. И... Ага. И, по-моему, ничего не произошло. Так, может быть, я неправильно написал. А, либо же просто не работает. Скорее всего. Ладно, давайте нажмём Set Head. И заново включим Auto Enchant. Во! Вот сейчас заработало, как видели. Офигеть. Только, конечно, у меня одна шляпа продалась. То есть, заенчантилась. Очень странно, которая была одета. Ну, да ладно. В принципе, не жалко. Для видеоролика, если одна шляпа пропадёт. А, ну, в принципе, как вы видели, всё сработало. Получается, нужно нажать Set Head, а потом Auto Enchant Head. И всё сработало. Так, нифига себе, теперь у неё 80 тысяч на Mac. А был до этого 66. Прибавилось 14 тысяч, получается. Офигенно. Как видели, всё работает. С пэтами получается то же самое. Это вы сможете, в принципе, сами проверить. Так, ну, теперь мы подходим к самому главному. Смотрите, есть кнопочка Redemid Codes. То есть, у вас автоматически активируются коды. Но я уже проверял, у меня не активируются они. Но там их очень много. И вам дастся очень много пэтов. Вот, если вы ещё не активировали, можете активировать. А Destroy Drops я не проверял. К сожалению. Вот. И не знаю, что это делает. Но вы можете, в принципе, сами это проверить. А также есть кнопочка Hide, Pop, Ups. Это получается, я так понимаю, сейчас уберётся вот эта вот дверь. Вроде бы как. Ага, не убралась. А, всё, 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 я понял. Короче, смотрите. Destroy Drops убирает, получается, все двери. Смотрите. Оп. Всё, и дверь убралась. Но, к сожалению, вы не сможете тут фармить. Смотрите, вот сейчас нажимаю. И я не могу ничего зафармить. Получается, вы в локации сможете проходить, но их не сможете фармить. К сожалению. Так, ну и теперь, по моему мнению, самая главная функция это Dube Head. Нажимаем. И давайте сейчас попробуем выбить какую-нибудь шляпу. Значит, смотрите, у меня сейчас только две шляпы. Dube Head, он получается дюпает шляпы. То есть, вам выпадает шляпа, он её раздваивает, либо расстраивает. Так, выпала вот мне такая корона. Одна пока что. Он, конечно, не всегда срабатывает. Давайте ещё раз нажмём. Но он работает. Вот, у меня сейчас три шляпы, получается, в инвентаре. Давайте тут ломаем бомбу вот эту. Так, ну вот выпала шляпа. Одна выпала, окей. Так, давайте ещё. Он работает, я до записи проверял. То есть, мне максимум выпадало по три одинаковых шляпы. Вот, я не знаю, чё он сейчас не хочет работать, но это работает. Так, чё-то шляпы не падают? Очень странно. Нам бы побыстрее, чтобы эта шляпа выпала. Так, давайте ждём. И чё-то вообще шляп нету. Очень странно. Давайте ещё раз. Включим. Идём сюда, к этой бомбе. Давай, шляпа уже выпадет. И я вам продемонстрирую то, что работает эта функция. Так. Чё-то шляпа вообще падать не хочет, очень странно. Реально очень странно. Ладно, давайте попробуем большую зафармить. Сейчас, может быть, всё-таки с большой выпадет. Конечно, большая долга фармится, но что ж поделать. Сейчас тогда пойдём на маленькие. Потому что я хочу показать то, что эта функция всё-таки работает. Так. Опять нам ничего не выпало. Шикарно. Так, ладно, идём на маленькую бомбу тогда. Так. Давайте-ка включим автосбор. Может быть, оно из автосбора собирало и дюпало. Так, давайте сейчас проверим. Сейчас шляпа выпадет какая-нибудь. Я просто не помню, у меня тогда был автосбор включен или нет. Так, давайте собираем. Блин, где эта шляпа? Что-то ни одна шляпа не падает, очень странно. Вот. Вот сейчас, по-моему, дюпнулась. Потому что сейчас намного быстрее анимация была. Короче, когда намного быстрее анимация, значит шляпа должна была дюпнуться. Так, давайте проверяем. Да. Да, отлично. Как видите, сработало. Мне выпала, получается, одна шляпа. А её раздюпало на две шляпы. То есть из одной шляпы получилось две шляпы. Как видите, эта функция работает. Вот. В принципе, если хотите, можете пользоваться скриптом. Скрипт очень хороший. Для начинающих, тем более. Он вам очень сильно поможет. Ну, на этом у меня всё. С вами, как всегда, был Исбан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok